Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия Вести Карачаева, Черкесия С января следующего года в медучреждение заступает новый врач. На данный момент с целью обеспечения медицинским обслуживанием жителей исправно из-за участковой больницы закреплены специалисты из района. В рамках рабочей поездки члены правительства также посетили ФАП в хуторе Флоровском, где в 2023 году планируется строительство нового здания фельдшерского пункта взамен существующего. Министерство труда и социального развития республики прокомментировало обращение многодетной мамы из Джигутинского района, которая попросила главу региона Рашида Тимрезова в ходе его традиционного общения с земляками и в прямом эфире республиканских телеканалов установить фиксированную дату ежемесячных детских выплат. Информацию комментирует руководитель ведомства Руслан Шаков. В соответствии с поручением главы Карачао-Черкесской республики Рашида Тимрезова, все выплаты осуществляются в соответствии с нормативно-правовыми актами в течение месяца без задержек и задолженности. Я хотел бы довести до всех мамочек. Ни в одном субъекте на сегодняшний день фиксировано даты назначения. Выплат нет. Специально я сегодня еще раз очередной раз обратился к своим коллегам-министрам соседних субъектов, к министру республики Адыгея, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Они тоже подтвердили, что, к сожалению, несмотря на многочисленные обращения, установить одну дату назначения и отчувление выплат не получается. К примеру, Адыгея платит к 25 числу, Осетия к 22, Кабардино-Балкарская республика с 10 числа текущего месяца до последнего дня месяца. Что касается текущей выплаты за декабрь, я хотел бы успокоить всех мамочек. Вся необходимая работа в настоящее время ведется. Мы считаем, что до конца недели все получатели, все семьи с детьми получат оставшиеся выплаты. На составшейся встрече министра сельскохозяйства республики Анзора Баташева с животноводами Карача-Чекеси рассмотрены вопросы реализации баранины. Соответствующее поручение дал руководитель региона в ходе последнего прямого эфира. Для оперативного и эффективного решения вопроса в совещании также приняли участие заместители генерального директора по административным вопросам группы компании Даматэ Харун Гидиев, заместитель начальника республиканского управления ветеринарии Асхат Далаев, директор Карача-Чекесского центра развития бизнеса дополнительного офиса Россельхозбанка Елена Ашарам и представителей племенных заводов региона. Представитель Даматэ рассказал о порядке реализации продукции на заводе и предложил фермерам провести экскурсию по заводу. Депутаты городской думы на составшемся итоговом заседании приняли бюджет республиканской столицы на следующий год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Он остается социально ориентированным, стабильным. Около 80% всех расходов планируется направить именно на социальную сферу. В полном объеме были учтены расходные обязательства по оплате труда, компенсации с учетом индексации на прогнозный уровень инфляции в 2023 году, выполнение всех социальных обязательств перед жителями города. Об этом сообщил мэр Черкесска Алексей Баскаев. В условиях этой санкционной политики в отношении нашего государства, в тех условиях, в которых мы все оказались, несмотря на эти сложности, мы продолжаем реализовывать все наши планы, все наши удачи. Я могу сказать, что ни один проект, ни одна задача не обменена. То есть мы продолжаем активно двигаться вперед, улучшать наш город, заниматься его благоустройством и развития. Поэтому уверен, что мы эти планы продолжим. У нас большие планы на будущее и на будущий год, и на ближайший год. Сегодня мы приняли важный документ. Бюджет города, где все увидели, что он у нас стабильный, сбалансированный. Все социальные обязательства. Город выполняет в полном объеме. Поэтому мы смотрим будущее с оптимизмом, и я уверен, что у нас все получится. В преддверии Нового года хочу поблагодарить вас за работу и пожелать мира, добра, благополучия каждому дому, каждой семье. С Новым годом наступающим! Всем удачи и спасибо тебе за работу! В Макеевку, второй по величине город ДНР, отправился очередной гуманитарный груз от Карача-Чикеси. Это свыше трех десятков тонн продовольствия, воды и новогодних елок. Основу груза составили сладкие детские новогодние подарки для малышей Донбасса, свыше 3300 наборов, живые новогодние елки для создания атмосферы приближающегося праздника, а также питьевая вода и продовольственные наборы, состоящие из круп, масла, сахара, консерва в муке, макарон и, конечно, сладостей. Подарки от Карача-Чикеси уже прибыли в место назначения. В Карача-Чикеси зафиксирован рекордный для Республики объем нового жилья в эксплуатацию. В рамках реализации оригинального проекта «Жилье» в июне этого года показатель ввода жилья для нашей Республики и Минстроем России был установлен на уровне не ниже фактического ввода 2021 года и составил более 236 тысяч квадратных метров. По состоянию на 1 декабря введено в эксплуатацию свыше 299 тысяч квадратных метров. Из них 9 многоквартирных домов общей площадью более 59 тысяч квадратных метров, 1315 индивидуального жилищного строительства площадью 240 тысяч квадратных метров. Помимо этого, в текущем году начато строительство, реконструкция, капитальный ремонт и благоустройство 170 объектов. За последние 10 лет в Карача-Чикеси проведена газификация в 40 населенных пунктах республики, что вдвое превышает показатели аналогичного периода предыдущих лет. Для этого в регионе было построено более 226 километров газопроводов. Первичный пуск газа был осуществлен в 9 населенных пунктах Урупского, Зеленчукского и Карачаевского районов. Сто процентно завершить газификацию в республике планируется до 2025 года. Сегодня уровень газификации в Карача-Чикеси составляет более 83%. В текущем году капитальный ремонт проведен в 15 отделениях Почты России, расположенных в Хурзуке, Старакувинске, Красном Востоке, Псаучидахе, Эльбургане, Нижней Тиберде, Октябрьском, Майском, Курджино, Ваджаге, Садовом, Счастливом, Николаевском, Римгорском и Красном Кургане. Модернизация включала в себя ремонт фасада, замену кровли и окон, инженерных систем, установку новой мебели и оборудования и многое другое. Дизайн этих небольших сельских отделений теперь полностью соответствует единому корпоративному стилю компании. Кроме того, здания стали доступны для маломобильных граждан за счет пандусов, широких дверных проемов и кнопок вызова персонала. В республике всего 149 таких отделений, из них 116 являются сельскими, где Почта – одна из основных сервисных точек. Развитие Почты России и ее региональных сельских отделений включено в народную программу «Единая Россия», которая продолжит свою реализацию и в следующем году. Центр управления регионом Карачао-Чекеси вошел в топ субъектов России по обработке обращений. В ноябре этого года ЦУР Республики достиг 100% показателей по доле обращений граждан, обработав более 700 заявок. Всего в ноябре было обработано 707 заявок. «Системная работа в данном направлении ведется очень скрупулезно», рассказал старший специалист по социальным коммуникациям Центра Альберт Чамаев. Он отметил, что ЦУР находится в постоянном контакте со специалистами органов власти и благодаря их внимательному отношению к каждому вопросу удается достичь хорошего результата. Наиболее часто затрагиваемыми темами являются вопросы относительно социального обслуживания и защиты и вопросы об условиях и порядке оформления единого государственного пособия на ребенка со следующего года. Поступают также обращения о порядке и сроках расселения из-за аварийного жилья и вопросы, касающиеся состояния автомобильных дорог и так далее. Уровень безработицы в республиканской столице заметно снизился, а об этом журналистам республиканских СМИ сообщила заместитель директора Центра занятости Вера Плаксина. По ее словам, сегодня почти тысяча вакансий представлено работодателями по наиболее востребованным профессиям на рынке труда. На сегодняшний день за истекший период 2022 года за поиском подходящей работы в Центр занятости населения по городу Черкесску обратилось 3641 человек. Из них 1909 человек были трудоустроены на постоянные временные рабочие места. На сегодняшний день численность безработных граждан составляет 290 человек. То есть эти граждане состоят на учете, получают пособие по безработице, находятся в активном поиске подходящей для них работы. Вакансии заявлено за истекший период 2022 года 3106. На сегодняшний день свободных вакантных рабочих мест 986 в банке вакансий по городу Черкесску. То есть учителя, преподаватели, воспитатели, медицинские сестры, фельдшеры, врачи, раздравления, они всегда востребованы. Все время в банке вакансий есть потребность в этих специалистах. Ну и, естественно, всегда остаются востребованными также и специалисты рабочих профессий. То есть это могут быть электрогазосварщики, слесари разных профилей, инженерные работники. Также требуются предприятиям нашего города. Из-за нелегальной добычи полезных ископаемых в Карача-Чиесе пострадало более 11 тысяч квадратных метров плодородных земель. Информацию комментирует заместитель начальника отдела государственного земельного надзора Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Светлана Никулина. В декабре в Северокавказском межрегиональное управление Россельхознадзора вывело нелегальный карьер по добыче песчаной гравийной смеси на сельхозугодьях в Адыгихабльском районе недалеко от села Садово. Добыча песчаной гравийной смеси на сельхозугодьях велась с использованием специализированной техники. Затем полезные ископаемые транспортировались на площадку для первичной переработки. Площадь выработанного карьера превысила 11 тысяч квадратных метров. Земельный участок находится в собственности общества с ограниченной ответственностью дороги. Управлением Россельхознадзора предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства. Помимо этого в Министерство внутренних дел направлен запрос для установленных лиц, причастных к нелегальной разработке карьеров. Информация также передана в прокуратуру республики. Черкесский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении четырех граждан, двое из которых являются иностранными. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных сразу несколькими частями двух статей Уголовного кодекса. Информацию прокомментировала помощник прокурора Карачао-Черкеси по правовому обеспечению взаимодействию со СМИ и общественностью Елена Дармаграева. Они признаны виновными в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений, предусмотренных частью первой и второй статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководство и участие в структурном подразделении преступного сообщества, а также частью четвертой статьи 228 РИМ Уголовного кодекса Российской Федерации, покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой в крупном размере. В суде установлено, что обвиняемые в период с августа 2020 года по февраль 2021 года, действуя в составе преступного сообщества, выполняя роли руководителей и курьеров-закладчиков, осуществляли незаконный сбыт героина дистанционным способом с использованием сети интернет. Наркотики они получали в Московской области и в Республике Северная Осетия и размещали тайники-закладки с наркотическим средством на территориях Карачаева, Черкесии, Московской области, Северной Осетии и в других регионах Российской Федерации. Преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Из преступного оборота было изъято наркотическое средство героин. Суд приговорил обвиняемых к 12 годам в 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также двух курьеров-закладчиц к 7 годам в 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исполнительной колонии общего режима с ограничением свободы на один год. Региональный центр «Мой бизнес» запускает благотворительную акцию под хештегом «Мой бизнес помогает», приуроченную к Новому году. Предприниматели и все желающие могут присоединиться к доброй инициативе и оказать благотворительную помощь нуждающимся. Желающие внести лепту в мероприятие могут принести одежду, а также нескоро портящиеся продукты и разные товары народного потребления в пункт сбора в офисе Центра «Мой бизнес» Черкеска по Ленина 53 с 9 до 18 часов. Подведены итоги благотворительной ярмарки, которая состоялась в оригинальном центре и в рамках проекта «Поможем старшему поколению вместе». На ней жители и гости города могли приобрести горячие хачаны, фастфуд, сладости, горячие напитки, книги и многое другое. Продукцию предоставили предприятия республики. Организаторам удалось собрать более 126 тысяч рублей. На вырученные средства организация планирует приобрести медикаменты, теплую одежду и улучшить жилищные условия пожилых подопечных благотворительного центра «Очаг Добра». Напомним, сейчас на попечении организации находится 80 подопечных. В настоящее время «Очаг Добра» ищет волонтеров на разводку горячих обедов для одиноких пожилых людей. Присоединиться к волонтерам и принять участие в «Добром деле» можно позвонив по телефону 8-928-387-8191. На базе Карачао-Чикесского государственного университета имени Умара Алиева составилось мероприятие, направленное на привлечение иностранных, обучающихся к участию в молодежных проектах. Сотрудники Министерства по делам молодежи провели лекции о роли патриотического воспитания в современной России и раскрыли ценности правовой грамотности. Участники мероприятия также обсудили молодежные программы, в ходе которых ребята презентовали свои идеи. В двух пунктах проведения экзаменов прошел тренировочный экзамен по иностранным языкам, по образовательным программам основного общего образования с использованием контрольно-измерительного материала в электронной форме без сканирования бланков и обработки результатов. Основная цель мероприятия – апробация программного обеспечения и оборудования, предназначенного для проведения ОГЭ в основной период. В тренировочном экзамене приняли участие руководители пунктов проведения экзамена, технические специалисты, организаторы в аудитории и вне аудитории, специалисты регионального центра обработки информации – все, кому предстоит работать на экзаменах в следующем году. Процедура тренировочного экзамена полностью соответствует процедуре проведения экзамена в основной период. Горнолыжный курорт Дамбай готов встречать гостей на своих неповторимых склонах. В новом сезоне на курорте для отдыхающих будут работать 8 канатных дорог. Для гостей подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности, широкие склоны без резких поворотов для неопытных лыжников и сложные для катания маршруты с узкими местами и перепадами высот для профессионалов и экстремалов. Ну и последняя информация. Концерт, покоривший кремлевскую сцену, повторится в Карачао-Черкесии. 23 декабря в 18 часов в Государственной филармонии выступят Марьяна Алботова, Таулан Бачаев, Ачар Меремкулов, Фатима Гирбова и Рамина Китаева, Артем Разин, Ярослав Щекланов, Айна Черкесова, Айка, ансамбль «Казачья воля» и театр танца Госфилармонии. Все вырученные от концерта средства будут направлены на поддержку военнослужащих из Карачао-Черкесии, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачао-Черкесии переменная облачность без осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, температура воздуха от 3 до 8 градусов тепла, местами на дорогах гололедица, в горах места и минус 2, плюс 3, и выше 2,5 тысяч метров лавина опасна. В республиканской столице без осадков, ветер южной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до отметки плюс 6. Таковы наиболее заметные события Республики. Новостной блок провела Рита Нирова. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия.